физкульт привет друзья и ученики эта рубрика ответы на ваши вопросы о которой вы давно просите по одному вопросу за раз вопросы кстати присылайте либо в комментариях данному видео либо мне в личку вконтакт а вы знаете что я все вопросы не оставляю без внимания сегодня поговорим о молочке когда я написал статью о инсулиновом индексе мне стало приходить очень много вопросов а я в ней говорил не только об инсулиновом индексе но и в гликалитическом индексе найдите ее на моем сайте hmg и обязательно ознакомьтесь это самое важное если вы хотите грамотно строить свой тренинг свое питание зная обладая данной информацией которая находится в статье инсулин вы сможете понимать и регулировать процессы которые будут направлять все ваши питательные вещества в мышечные клетки а не в жировые жировые клетки будут усыхать мышечные нарастать это в принципе то чему мы с вами стремимся так вот друзья на вопрос какой лучше творог или молочку выбрать вечером ответ простой никакой в последний прием пищи не должно быть никакой молочки и к своему огорчению должен признать что раньше я советовал пить вечером кефир но это тоже неправильно любая молочка в принципе содержит сахар молочный лактозу и вызывает мощный выброс инсулина кровь не важно пусть это произойдет не сразу пусть это произойдет чуть позже а это уже касается великолитических и инсулиновых индексов продукта но это произойдет если вы хотите избавиться от жировых отложений если ваша цель на данном этапе хорошее просушенное тело в принципе вообще лучше отказаться от молочки особенно в вечернее время также избегайте молочки утром если вы хотите съесть примеру только творог нет если вы хотите есть молочку ешьте ее утром только 50 на 50 с медленными углеводами это замедлит гликоритический и инсулиновый индекс что очень полезно скажется на вашем здоровье кстати и на вашем внешнем виде запомните молочка вечером никогда еще один важный момент касающийся молочки большинство из вас покупают обезжиренную молочную продукцию молоко кефир йогурт забудьте об этом как страшный сон перечеркните оставьте позади ни в коем случае нельзя покупать и употреблять полностью обезжиренную молочку в природе такого невозможно нельзя чтобы в молочке не было жира и поэтому чтобы как-то восстановить баланс чтобы все было нормально вместо жира туда добавляются вещества которые в тысячу раз хуже этого самого жира поэтому выбирая между полностью обезжиренной молочкой выбирайте средняя или слабо жирные молочные продукты это очень важно не игнорируйте эту информацию пишите свои вопросы в комментариях или присылайте мне в личку да да Субтитры сделал DimaTorzok